сегодня готовим воздушный очень нежный меренговый торт всем привет меня зовут оля сегодня вместе будем готовить меренговый торт десерт который был назван в честь знаменитой балерины Анны Павловой по сути это французская меренга с хрустящей корочкой нежная воздушная внутри со сливочным кремом и с фруктовой начинкой поистине это райский десерт который никого не оставит равнодушным рецепт как всегда найдете в конце видео и в описании к видео на обратной стороне пергаментной бумаги рисую круг диаметром 20-21 сантиметр карандашом или ручкой чтобы было хорошо видно кладу на противень и готовлю меренгу белки взбиваю миксером на минимальной скорости до появления пышной пены белки достаю из холодильника за час до взбивания можно использовать размороженные белки миска для взбивания должна быть сухой и чистой хорошо если она будет стеклянная или металлическая пластиковая посуда впитывает жир и в ней белки очень часто не взбиваются белки нужно отделять от желтков внимательно чтобы к белкам не попала часть желтков как только появилась пышная пена увеличиваю скорость миксера до средней и понемногу начинаю добавлять сахар хорошо взбиваю после каждой порции сахара сахар старайтесь выбирать мелкий это важно он лучше растворяется время взбивания составит 10-12 минут взбиваю до стойких пиков вы должны почувствовать что масса стала плотной и венчики и и словно разрезают теперь добавляю крахмал и вливаю лимонный сок взбиваю еще одну минуту масса станет еще плотнее крахмал у меня кукурузный он более нейтральный по вкусу но можно использовать и картофельный готовую меренгу выкладываю на пергамент ориентируясь на нарисованный круг формирую поднимая лопаткой стороны вверх можно использовать кондитерский мешок с насадкой сразу же убираю в духовку разогретую до 170 градусов при 170 градусах пику 5 минут снижаю температуру до 110 и сушу меренгу два часа высокая температура нужно чтобы сформировалась корочка в конце выключаю духовку приоткрываю дверцу и оставляю меренгу хорошо остыть потом переношу на решетку такой корж можно испечь на день раньше корж сверху хрустящий внутри мягкий поэтому во время остывания меренга трескается в нескольких местах это нормально тонкой лопаткой отделяю корж от бумаги и переношу на блюдо теперь клубничный соус клубнику перетираю толкушкой для картофеля добавляю сахар и лимонный сок нагреваю до растворения сахаром и оставляю остыть клубнику для украшения нарезаю ломтиками на самом деле клубнику можно заменить на любые другие ягоды или фрукты хорошо охлажденным сливкам добавляю сахарную пудру и взбиваю миксером пока сливки не будут хорошо держать форму на корж выкладываю крем разравниваю сверху клубника поливая соусом соус дает сочность свежесть десерту готово такой торт нужно собирать перед самой подачей к столу хорошо если охладить его в холодильнике минут десять воздушный нежный ягодный пышный как облако напоминает мороженое кусочек съедается очень легко торт рассчитан примерно на 6 порций его не рекомендуют хранить так как от крема размокает хрустящий слой меренги мы обычно не съедаем торт за раз он хранится в холодильнике спустя время хрустят только боковые стороны где нет крема но вкус остается прежним и форму торт не теряет этот торт полет для фантазии можно экспериментировать с фруктами и ягодами каждый раз получая новый вкус друзья искренне надеюсь что я вас вдохновила обязательно приготовьте его я уверена этот торт станет одним из любимых летних десертов у меня все удачного выпечки и до новых встреч пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok